Добро пожаловать на канал Дневник Инвесторов. В сегодняшнем видео поговорим о бирже Bybit. Покажу, как пополнять счет на бирже, как выводить средства оттуда, какой регламент вывода и основные эти нюансы. Если вас интересуют какие-то другие уроки по обучению бирже Bybit, вы найдете их у меня в плейлисте обучения Bybit или же биржа Bybit. Там есть как регистрироваться, как заработать на подарочных, бонусных купонах и другие полезные видео. А, собственно, присаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Для начала нам нужно открыть на нашем телефоне приложение Bybit. Нажимаем на приложение. Дальше мы заходим во вкладку «Активы». Потом выбираем спотовый кошелек. И здесь мы выбираем ту валюту, которую мы хотим, соответственно, пополнять. Обычно это USDT, она у меня первая, зелененькая. Если вы хотите пополнять через другую монету, можно пополнять через XRP или через какую-то еще, Litecoin, например, в сети их небольшие комиссии. Но стандартный это USDT. Нажимаем на USDT и нажимаем на кнопочку «Депозит». Здесь нам нужно выбрать сеть. Сеть обязательно TRC20. То есть TRC20 – это блокчейн трона. Через эту сеть мы переводим с комиссии 1 доллар. Если у вас, например, средства на Binance, вы переведете их на Bybit с комиссией 1 доллар. Соответственно, на Binance вам тоже нужно выбрать сеть TRC20. Если вы взяли здесь TRC20, а там, например, взяли ERC20, то средства ваши не дойдут. Обязательно здесь будьте внимательны. Потом, естественно, копируете этот кошелек и вставляете там, где вас его попросили вставить. Соответственно, на этот адрес вам придут нужные средства. Дальше нам нужно вывести средства. Допустим, вас это тоже может интересовать. Мы все так же нажимаем. Нажимаем USDT. Допустим, мы перевели наши деньги в доллар и их будем выводить с такой же комиссии 1 доллар. Нажимаем «Вывод средств». Дальше выбираем сеть. И вводим ту сумму, которую мы, соответственно, хотим вывести. Но здесь есть нюанс. Вывод на бирже Bybit осуществляется 3 раза на день. То есть, фиксированные сроки это 8 часов, 16 и 24 часа по времени UTS. UTS это еще минус 3 часа по Москве. Допустим, если вы берете и хотите вывести UTS 16.00, то это будет 19.00. Вам нужно обязательно за час до 16.00 или же это 19.00 по Москве. То есть, вы, например, в 18 часов ставите средства на вывод, тогда ваша заявка пойдет в обработку. Если запросы, которые были сделаны за 30 минут до начала указанного времени, то такие заявки рассматриваться не будут. Я уже это пробовал и это действительно так. Если выводить доллар, то после того, как заявки обрабатываются, это еще занимает примерно 1-2 часа. Если же вы выводите соответственно какую-то другую монету, например, Litecoin или XRP, то они происходят вывод автоматически. Мне это объясняла служба поддержки. Причина в том, что они свои средства доллары держат на холодных кошельках и вручную делать этот вывод в указанные 3 промежутки времени. Поэтому обязательно это учитывайте. Я считаю, это неплохо. Так как они думают о средствах своих клиентов, чтобы они вдруг не потерялись каким-то образом, потому что на бирже часто бывают различные атаки и так далее. И это дополнительное такое средство защиты. Также, чтобы вывести средство, когда вы нажимаете вывод, вам понадобится установить Google аунтификатор. Это дополнительное средство по защите, так как здесь несложная процедура верификации, они не просят номер телефона, а вы просто подвязываете вывод к Google аунтификатору. Как он выглядит? Вот это приложение, вы его скачиваете в PlayMarket, а потом там вам дается код, когда вы подключаете Google аунтификатор в самом приложении биржи Bybit, вы открываете приложение, нажимаете на плюсик, ввести ключ настройки, вводите тот ключ, который вы скопировали, и здесь напишите название, например, биржа Bybit. Вы добавляете, потом здесь постоянно генерируются новые ключи, идет время, вы эти ключи вставляете, при выводе подтверждаете на почте код, и, соответственно, ваша заявка в нужное время обработается, и средства придут туда, куда вам нужно. Никаких проблем нет, я уже с этим столкнулся, это уже делал, так что вот такие здесь процедуры вывода. В принципе, на сегодня все, надеюсь, это видео было для вас полезным, если это так, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и увидимся в следующих видео. С вами был Дмитрий, канал Дневник Инвестора, всем удачи!